Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем недавно мы с вами сделали зефирные цветы из заварного зефира при помощи ручного миксера. А сегодня я покажу вам, как собрать вот этот чудесный зефирный букет. Рецепт зефира вы найдете в описании или вот здесь в уголочке. Меня зовут Надежда, это канал Малиновка. Поехали! Прошло 6 часов с момента, как мы с вами сделали эти зефирные цветы. Они постояли на открытом воздухе при комнатной температуре. Давайте посмотрим, что с ними случилось. Так, ну что у нас с нашими цветочками? Они мягкие, но я могу взять цветочек в руки. Смотрите, пергамент легко отошел, донышко нелипкое. Он сейчас слегка липнет к рукам, и я вполне могу его уже припудрить. И пощупать еще разок, потому что припудренный он будет вообще прям очень приятный на ощупь. Я припудриваю низ и бока. Ой, лепесточек отвалился, можно съесть. Постукиваю его об ладошку. Так лишняя пудра у нас счищается. И в местах припудривания он стал такой приятный, бархатистый. Прямо, ну прям, приятно трогать. Я припудрила все цветочки, и наше творение уже можно подавать к столу или упаковать в контейнер. И так цветочки наши зефирные сохранят свою нежную текстуру и вкус в течение 7-14 дней. Но мы с вами на этом не остановимся. Мы прямо сейчас соберем с вами зефирный букет. Зефирный букет мы будем собирать вот на таком каркасе. Я вырезала кружочек диаметром 16 см из пеноплекса. Обернула его темным пергаментом для выпечки. И закрепила прозрачным скотчем. Потом я воткнула к обратной стороне палочки вот такие вот бамбуковые. И у нас получился вот такой вот классный каркас для зефирных цветов. Финальное оформление нашего зефирного букета я сделаю в двух вариантах. В первом варианте будет использована только белая пекарская бумага. А во втором варианте двухцветная флористическая бумага. А вы в комментариях напишите, какой вариант вам понравился больше. Найдите любую удобную емкость для того, чтобы поставить туда свой каркас. Например, трехлитровую банку. В моей банке сейчас огурцы, поэтому я взяла декоративную лейку. Ну что ж, у нас все готово. Берем зефир, зубочистки, чистые руки и поехали. Вооружаемся зубочистками и собираем букет. Будет очень хорошо, если каждый цветочек у вас будет крепиться на двух зубочистках. Так он точно никуда не денется. И сделаем сюда розочку, а сюда бутон. Значит, мы сначала поставим бутон. Немножко, чтобы он смотрел немножко наружу. Сюда вместим розочку. Вот так. У меня осталась вот одна розочка. Я, наверное, не буду ее сюда уже нигде вмещать. Все, букет готов. Уложили все цветы. Мы с вами сделали половину дела. Осталось только упаковать. Но букет уже красивый. Для упаковки зефирного букета нам понадобится белая пекарская бумага, веревочки для технической связки, красивые ленты, ножнички и моральный скотч. Ой, малярный скотч. Ширина моей пекарской бумаги 37 сантиметров. Отрезаем 5 отрезков по 50 сантиметров и один отрезок 25 сантиметров. Каждый лист складываем вот так. Немножко наискосок. И самый маленький лист точно так же. Приступаем к упаковке. Берем первый большой лист, прикладываем к нашему букету. Можете к себе букетик приложить, обнять его вместе с листиком. И очень плотно, невысоко прижимаем листик к букету. Прям приглаживаем его со всех сторон и аккуратно заводим на ножку. Прям приглаживаем, потому что если этот лист у нас оттопырится, совсем, да, будет, у нас будет видна подложка. А нам нужно сделать так, чтобы он был плотно прижат и не отваливался. Первые два листа или три листа, которые вы будете делать на всех букетах, нужно очень хорошо прижать и закрепить. Вот, смотрите, видите, плотно. Теперь я его обматываю малярным скотчем по кругу. Вместе с пальцами. Опять прикладываем. Приверживаем. Вот у нас на уголочек. И можно вот здесь, да, посмотреть, чтобы было круглое, а не квадратно. И приглаживаем. Так, отлично. Это плотненько, да, все прижато, приглажено. И делаем связку. Техническая связка. Ну, просто вместе, где вы уже сжали пальцами бумагу, там обмотайте. И теперь нужно прям очень ловко как-то сработать пальчиками и завязать сначала узелок, где вы продеваете два раза веревочку в домик. Да, гушко продеваете два раза, затягиваете. Тут мы уже прихватили, все, скрутка держит, затянули и еще раз завязали. Все, теперь у нас узелок никуда не денется. И обрезаем эти веревочки. Они нам больше не нужны. Вот наш первый этап. Бумага плотно прижата и не очень высоко у нас над букетом. Оставшимися тремя листами мы сейчас сделаем красоту, а потом закроем ножку. Я обычно, как делаю, располагаю сгибом на левую сторону и по кругу укладываю сгиб так, точнее угол так, чтобы он был над букетом, как бы ровненько, красиво углом, а правая часть могла завернуться и зайти на ножку. Мы подворачиваем так, чтобы у нас получилось что-то вроде кулечка. Каждый раз вы можете завязывать. То есть вы сжимаете, бумага утрамбовывается вокруг ножки, и каждый раз вы можете делать техническую связку. На первом этапе я вам прям рекомендую это делать тогда ваши букеты. Потом меньше мороки, знаете, там, вот тут бумажечка отошла, тут что-то там как-то рукой задели, так все будет надежно, если каждую бумагу вы, каждый слой вы завяжете. Кладем вторую бумажечку, разворачиваем букет, так, чтобы у нас эти бумажечки лежали, вот раз, два, три, да, чтобы тут уголочек с треугольничком у нас был. Если завязывать не очень удобно, очень высоко, можно воспользоваться скотчем, по кругу обвязать. Укладываем последний листочек. Наш букет уже выглядит красиво, осталось сделать ножку. Берем нашу узкую бумагу и прикладываем к букету, к ножке букета. Прикладываем, оборачиваем ножку и завязываем ее снова технической связкой. Ножку мы привязали, теперь подбираем к букету ленту. Мне очень понравился вариант розовая и голубая. Я их сделаю вместе. Берем необходимое количество ленты, чтобы обвязать букет и сделать на ней банты, чтобы у нас оставались свесы от банты. Это у нас основная лента. И вторая лента, которая будет складываться для свеса, мы примерно примеряем свес и отрезаем. Обматываем букет и делаем красивый бант. и делаем красивые кончики на лентах. Ну вот, наш букет готов. Посмотрите, какой он эффектный получился и очень нежный. А вот тот же самый букет в красивой упаковочной бумаге. Во внутреннем слое я оставила пекарскую бумагу, чтобы защитить зефирки. Друзья, если вам интересна тема зефирной флористики, то приглашаю вас на курс по зефирным букетам. Мы с вами разберем все тонкости и оформим не менее 7 вариантов красивых букетов к 8 марта. Сейчас вы видите первые 3 букета из этого курса. Подробности читайте на нашем сайте. Ссылка в описании. Спасибо вам за лайки, за комментарии. И знаете, я хочу угостить вас этим зефирным букетом. Готовы? Ловите! Приятного чаепития! До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok